Братья и сестры, слава нашему Господу! Господь позволил нам в этот день, священный нашим Богом, в это утро, даровал нам желание и возможность прийти на это место, чтобы нам вместе Его прославить, воздать Ему благодарность за все то, что Господь явил в жизни каждого из нас. Во-первых, то, что Он нашел нас в этом грешном мире, даровал нам познание истины. Библия так говорит, Христос говорил, что не вы меня избрали, я вас избрал. Тогда, когда мы еще были грешники, далекие, Бога не знавшие, Он тогда уже пострадал за нас. Библия говорит, что Он был заклан, да, прежде создания мира, Он был уготовлен для того, чтобы пострадать за всех нас. И сегодня то, о чем, я думаю, все люди в основном говорят, о чем мы будем говорить, о чем я хочу говорить, это о том, что Иисус Христос для нас сделал, как Он за нас пострадал. Не знаю, кому как, мне об этом, я не какой-то там садист, какой-то вообще страшный человек, что мне об этом нравится говорить, но мне нравится говорить о смерти Спасителя, о той жертве, которую Он сделал для каждого из нас. Библия говорит, без пролития крови не бывает прощения. Иисус Христос даровал нам прощения. Вы помните, когда Иоанн, который крестил людей, он увидел идущего Христа и говорит, вот Агнец, который берет на себя грех мира, тот, кто взял на себя грех мира. И пусть Господь поможет. Сегодня я постараюсь много времени не отнимать, но хочу поговорить о том и прочитаю места Священного Писания, как оно было раньше, где Христос говорил народу своему, чтобы народ совершил Пасху, как оно потом происходило. Только хочу вначале для каждого из нас, вы помните прошлую субботу брат Виктор, открывая служение, говорил о том, как однажды он был на собрании и возле него кто-то сидел, который не сильно там был внимателен. Или наоборот, как бы возмущался, что вышел какой-то брат, который будет говорить, который ему не нравился или еще там что-то. И он там посчитал в молитве сколько раз, что он сколько раз говорил. Я когда-то задавался вопросом, думаю, это плохо или хорошо, когда много раз повторяют в молитве одни и те же слова. Но кто помнит молитву Давида, когда Давид молился? Я вот забыл именно это место и о чем он молился, но вот когда я сводил эти слова, наверное, многие вспомнят. Он повторял, Господи, мой Господи, скажет некоторые предложения, помните такую молитву Давида или нет? И опять, Господи, мой Господи, благослови там все равно, Господи. И очень много раз повторял эти слова. То есть, к чему я все это говорю? Каждый из нас, мы должны настроить себя на собрании, когда мы идем. И премудрый человек говорит, что когда идешь в Дом Божий, то ты приготовь себя. Самое первое, что должен сделать каждый из нас, это приготовить себя. Не кто-то должен себя готовить, а я приду и скажу, о, там кто-то не сильно готовый был, он говорил такую проповедь уже там в 10-й раз или в 15-й. Мне надо задаться таким вопросом, почему мне уже 15 раз говорят эту проповедь, а я ничего не могу извлечь из этой проповеди. Ну, не тот, кто... Ведь мы же верим, я думаю, мы верим в то, кто сюда выходит, на это место. Он молится прежде, чем сюда выйти. На его разум, на его мысли что-то отдает Господь. Если мы в это верим, ну, мы должны в это верить. Если мы в это не верим, то как бы, ну, я не знаю, какова вообще наша вера. И если оно так и происходит, то почему я десятки проповедей слышу на одну и ту же тему и что-то не беру для себя? Или еще одно такое скажу, что почему именно церковь такая, куда мы ходим, да, почему она такая, ну, скажем, неплохая, а наоборот, добрая. Вот почему у нас все так хорошо, почему у нас пение такое хорошее? Потому что я в этой церкви нахожусь. Вот мы должны с такой позиции обращаться вообще к обществу, где мы находимся. Ну, естественно, почему что-то оно плохое? Потому что я здесь. Вот я здесь такой и не кто-то. Вот, поверь, так будет намного лучше, но мы будем воспринимать его по-другому. Вот даже собрание, все, что происходит. Почему у нас такие хорошие проповеди? Потому что я здесь. А кто-то скажет, потому что я здесь. Потому что я готовлюсь часами, днями. Почему у нас такие плохие проповеди? Потому что я здесь. Я такой лентяй, там, пять минут открыл Библию. И вот потому, если мы вот так будем относиться к этому, то есть не говори, что кто-то, а вот себя. Потому что я здесь, потому вот у нас все так и происходит. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы настроились на то, чтобы сегодня услышать именно то, что, я надеюсь, Господь хочет сказать каждому из нас. Первое место буду читать. Это всем нам знакомо. И очень много мы его прочитываем, особенно вот в то время, когда очень много людей вспоминают страдания Христа. И как оно было раньше, я прочитаю это о Пасхе, будет в исходе, в 12 главе, как Бог давал повеление своему народу. И 12 глава, 1 стих и дальше. И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, месяцей добудет у вас начало месяца, первым добудет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сыновь Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый однолетнего Агнца по семействам, по Агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмут с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнц у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. И пусть возьмут от крови его, поможут на обоих косяках и на перекладной дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть едят его, не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутрестями, не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. «Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, и празднуйте его». Это то, что когда-то Бог говорил своему народу. Если вы это сделаете, то ангел-губитель пройдет мимо ваших домов, где вы будете собраны, в этих домах вы оставаетесь, на улицу не выходите, помажьте косяки дверей, помажьте кровью, и будет это минование, да, как оно и переводится, Пасха, вот это минование, оно будет, вас это не коснется. Потом, сейчас я хочу перенестись уже в Евангелие и читать места из Священного Писания, как оно происходило во время Иисуса, как Иисус уже был, и как, ну, что происходило именно на Пасхе, где был Иисус. Вообще, хотел это еще вначале сказать, упустил водное крещение, или еще по-другому скажу, Иисус Христос, в Которого все мы верим. Что более важно для нас, вот Его рождение, или Его смерть, или Его воскресение? Ну, без рождения не было бы и смерти, а без смерти не было бы и воскресения, правда? Но насколько оно очень, все важно. Вот смотрите, если бы Он не родился, да, ну, мы уже потом узнали, что Он Сын Божий, который, Библия говорит, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, уничижил себя, принял образ раба, я повидую садковых человек. Ему, Он нами не погнушался, Ему не было как бы неудобно, противно. Ну, Он такой великий Сын Божий, который восседает на небесах в неприступном свете, который имел величайшую славу на небесах, Он смирился и родился вот воплоти, подобен нам. Он был подобен нам, друзья. Он терпел боль, переживания у Него были, какие-то эмоции. Помните, когда говорили о Лазаре, да, когда Лазарь умер, то написано, что Христос прослезился. Помните, когда Он стоя на горе, смотря на Иерусалим, и Библия говорит, что Он заплакал, говорил, Иерусалим, если бы хотя бы в этот день узнал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто от Тебя. И Он тоже плакал. У Него плоть была вот такая, как у нас. Написано, был во всем искушен, кроме греха. Он не сделал греха и показал нам, как нам надо жить, чтобы не сделал греха. Очень важно Его рождение для каждого из нас, что Он родился на эту землю. Очень важно то, как Он жил, как Он показывал нам, как надо жить, и когда Он умер. Вы помните, человек, который или был первосвященником, или должен быть на тот год, как там писано, что о христианах, о людях, которые последователи Христа, он говорил так, что если это как бы учение от Бога, оно устоит, а если нет, вы помните, и приводит пример. Помните такого человека, который нашел там 400, и сколько людей, увел где-то... То есть, в то время были люди, которые, может быть, выдавали себя подобно за Христа. И, может быть, некоторые люди верили в это, шли за ними. И как бы и этого было мало. Если бы Христос только... Даже если бы кто-то и согласился умереть, вот точно так же, как Христос, этого тоже было бы мало, если бы Он не воскрес. И для нас оно очень важно. И рождение Его, и Его смерть, и Его воскресение. Евангелист Марк описывает о том, где Иисус Христос, вися на древе, к Нему подходили многие, глумились, смеялись над Ним, издевались над Ним. Еще до того, как Его обещевали, как над Ним... По-моему, Исаия говорит, что пачи всех человеков, лик Его, насколько Он был обезображен. Это все Он терпел ради нас. Для того, чтобы нам подарить прощение, чтобы нас спасти, чтобы Его святая кровь пролила за каждого из нас, потому что в Законе Господнем говорится, что без пролития крови не бывает прощения. Мы не были бы спасены. Если бы Иисус Христос просто прожил хорошо, висит на Голгофском христе, к Нему подходят люди, издеваются, насмехаются и говорит, разрушающий храм и в три дня созидающий. Садись за креста, и мы поверим в Тебя. Друзья, предположим, мог ли Он сойти за креста? Вы помните, в Гефсимании, когда пришли Его брать, когда Петр, да, излег меч, ударил раба перед священником, от всех ему, и он говорит, убери меч. Или не думаете ли вы, что я могу молить Отца, который пошлет более 12 легионов ангелов? Вы сомневаетесь в том, что я это могу сделать? Друзья, так мог ли Он сойти за креста или не мог? Но что бы было для нас, если бы Он сошел за креста? В этой же Гефсимании, когда Он молился, трижды молился, говорил отче, «О, если бы миновала меня чаша сия!» Это говорит о том, что Он был во плоти, и Его плоть насколько сильно переживала, и Он настолько, ну, как бы сказать, не то, что боялся, но какой-то панический страх, скажем, в плоти. Я не говорю, что Сын Божий чего-то боялся, но Его плоть. О том же говорится, что был в плоти Его как капли крови падающие. Вы помните, да, которые капали с Него? Не просто капли были пота. Кто-то говорит, это не было крови, это просто капли, вот капли были пота, и все. А там люди или медики говорят, бывает там при сильном стрессе, какие-то там сосуды кровяные лопаются. Что-то медикам говорят, мне все равно. Библия пишет, что это были капли крови, которые падали с Него. И в этой же всеми он молился и говорил, Господи, если возможно, отче, доминует мне эта чаша, но на сей час я и пришел. Он знал, для чего он пришел. На сей час он пришел. Псаломпевец, да, говорит, что приношение жертвы ты не восхотел, тело уготово мне, и вот иду, как в свитке книжном, говорится, иду исполнить волю твою Божию, закон твою меня в сердце. Он согласился добровольно, пришел, и ему надо было не просто пострадать, умереть, но и воскреснуть в оправдание наше. И Павел говорит, что если как Христос воскрес, так и нам воскреснуть от той прежней жизни, от той, умереть для прежней жизни и воскреснуть вместе со Христом. Якобы чуть-чуть отошел от того, что должен был говорить. И очень важно в нашей жизни, это когда мы принимаем водное крещение. Да, вот когда человек осознанно подходит к этому, чтобы принять водное крещение, пообещать Господу служить о чистой и доброй совести. Очень часто люди, не скажу, что прям не понимают, для чего это делают, но просто как бы, ну, надо это сделать. Вот обряд такой у нас, такой обычай. Надо получить водное крещение, пообещать Господу, и потом у тебя все будет хорошо. Вот вдумайтесь просто в эти слова. Обет, дать Богу служить о чистой и доброй совести. Если я до этого не делал, а после того, как я вошел в воду посредством водного крещения, ему обещаю служить доброй совести, и надо начать ему служить. И еще очень важно, когда мы становимся участниками в трапезе, в вечере Господней, когда мы присоединяемся к нему, это, вот я сколько себя помню, вот, наверное, еще с ранних детских лет, сколько мне было, сколько я могу себя помнить, где я находился вот на таких собраниях, где происходила вечеря Господня. Вот именно вот те все псалмы, вот когда говорилось о страдании нашего Спасителя, мне насколько это было приятно. Я вот, я насколько любил вот такие собрания, вот те псалмы, которые еще вот раньше пели, ну, казалось бы, как бы, ну, старые уже псалмы. Оно, я тогда еще был совсем маленький, мне как бы даже не позволяли, ну, не был, не мог я еще участвовать в этом служении, но мне очень нравилось там находиться, и вот именно когда говорилось об этом, когда вот, вот само это служение, как оно происходит. Друзья, и апостол говорит, что мы приобщаемся таким образом к телу, если время позволит, я потом еще это прочитаю. Сейчас я хочу прочитать Евангелие Луки, как Иисус Христос уже время, когда Он должен был отойти от мира сего, и как Он совершал эту Пасху. Евангелие Луки, 22 глава, первый стих и дальше. Приближался праздник пресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, но боялись народа. Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и Он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать Ему денег, и Он обещал и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе. Настал же день пресноков, который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра. И Иоанна сказал, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они сказали ему, «Где вы лишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он, скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть, пасху с учениками моими?» И Он покажет вам горницу, большую устану, и там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, приготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу, благодарил, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет в Царствие Божье. И взяв хлеб, благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предыдущего меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И вот этот стих три евангелиста повторяют. Вот подобный стих, что Сын Человеческий, он идет так, как предназначено ему. Вы помните, недавно читалось место, где апостол Павел говорит, что Иисус Христос, он родился по Писанию, он жил по Писанию, умер по Писанию, воскрес по Писанию. И здесь он тоже говорит о том, что так, как ему было предназначено, он все это делал так, как надо было. Вот именно был такой план, друзья. Может быть, мы иногда себе задаем вопрос, а почему именно так? Вот не можно было как-то по-другому? Почему именно так? Потому что это был план Божий. Вот Бог именно так захотел спасти род человеческий. Библия говорит, апостол Павел, к моему, галатам, что к концу времен Бог послал своего Сына, чтобы Он пострадал за нас, и чтобы нас приобрел в Свою кровью. Вот так захотел Бог. И именно так. И вот в Салме, который молодежь пропела, что нам тяжело даже понять эту любовь. Понять, какова эта отцовская любовь, когда Он Своего Сына отдал за каждого из нас. Насколько Он возлюбил всех нас, друзья. И подобное место тоже несколько стихов прочитаю, где евангелист Матфей говорит в 26 главе 20 стих прочитаю и 29 включительно. Когда же настал вечер, Он возил с учениками, с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня, они весьма опечалились, и начали говорить ему, каждый из них не ели, Господи, он сказал в ответ, опустившись со мной руку в блюдо, этот предаст меня, впрочем, сын человеческий идет, как написано на нем, на горе тому человеку, которому сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Присем, Иуда, предающий его, сказал, не я ли рави. Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благодарил, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите и едите сие из тела мое. Взяв чашу, благодарил, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое вооставление грехов. Сказываю вам, сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. Иисус Христос говорит, подавая им чашу, говорит, что это новый завет в моей крови. Если вы это будете делать, это будет вам вооставление грехов. Когда мы к этому подходим, когда мы готовимся к этому еще, я потом прочитаю, как нам надо к этому готовиться, чтобы быть участниками в трапезе Господней, чтобы не быть осужденными с миром. Еще хочу остановиться и обратить внимание, все мы читали когда-то, и я думаю, многие помнят, на Иисус 53-ю Исаия. Это глава, где говорится о нашем Спасителе, о том, как он должен пострадать. И пророк говорит, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И это говорится о Христе, о том, что он сделал. На подвиг своей души он будет смотреть с довольством, друзья. И когда мы в это верим, когда мы это исповедуем, когда мы участвуем в этих Господних страданиях, когда мы говорим, что только посредством Его страданий мы имеем жизнь, мы можем спастись только через нашего Спасителя, Иисуса Христа, я не думаю, что есть люди в этом зале, которые как бы мыслят по-другому, по-иному. Апостол Павел говорит, нет ни в ком ином спасении, ибо только в имени Иисуса Христа, только через Него мы можем спастись, благодаря Его страданиям, Его пролитой крови. Я в Матфея прочитал, где Иисус Христос говорит, что новый свет моей крови, это если вы будете делать во оставлении грехов. Друзья, посредством этого мы будем прощены вместе с вами, когда мы будем принимать участие в трапезе Господней. Хочу прочитать, как апостолу, что апостол Павел в первом послании Коринфянам говорит об этом, 11 глава, 23 стихи до конца этой главы. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите и едите сие, из тела Мое за вас ломи Мое, сие творите в Мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей сказав сие, а чаша, есть новый завет в Моей крови. Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают. Ибо если бы мы были судимы, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться во мне на осуждение, прочие устрою, когда приду. Мы эти слова очень часто слышим тогда, когда мы уже собираемся, вот в этот вечер, когда мы вспоминаем Господне страдание. Мы это очень часто слышим. Но апостол Павел говорит, что «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей». И вот у нас еще есть время, когда мы можем себя испытывать, когда мы можем проверить себя, свое отношение, мое отношение к Богу, насколько я, как я вообще, в каком положении сейчас нахожусь я, как живу я сегодня, есть ли какой-то грех, может, у меня, может, надо в чем-то покаяться, или по отношению к Церкви Господней, к братьям и сестрам, как я себя, как я отношусь с ним, как я веду себя. И, друзья, у нас еще есть вот это время, мы можем еще проверять себя внимательно, проверить себя, для того, чтобы нам действительно быть достойными участниками в этой трепезе Господней. Десятая глава, 1 Коринфянам, апостол Павел говорит нам так, «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертве, не участники ли жертвенника». Друзья, и апостол Павел нам говорит, что когда мы принимаем участие, когда мы принимаем хлеб, и когда мы принимаем вину, то есть плод и кровь, тогда мы становимся причастниками к телу, и в общем, все вместе составляем одно тело нашего Спасителя, Иисуса Христа. Пусть нам Господь в этом поможет, друзья, чтобы, вы знаете, к этому надо относиться, и вообще, я думаю, каждый раз мы так и делаем, к этому подходим каждый индивидуально, каждый настраиваем себя на то, чтобы действительно, вспомнить его страдания и, во-первых, быть очень благодарными ему, что он это притепил ради нас, во-вторых, что мы верим в то, что мы делаем, что эта кровь Иисуса Христа, она действительно очищает нас от всякого греха, что посредством его плоти мы приобщаемся к его телу, что мы становимся одним телом, что мы становимся одной плоти, и когда мы исповедуем это, когда мы верим в это и так говорим, то мы действительно и будем вместе с Ним, пусть нам Господь в этом поможет, друзья, пока вот еще есть время, чтобы об этом порассуждать, подготовиться к этому, для того, чтобы нам, как уже вот я прочитал, кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, некоторые часто, ну, или может быть, машинально-то говорят в осуждении, нету в осуждении, никогда-то будет осуждение, а если я сегодня, конечно, не дай Бог, чтобы с кем-то из нас такое было, но если сегодня кто-то непримиренный или неготовый участвует, то прямо сегодня это осуждение, не когда-то, не в осуждении, а осуждение, то чтобы каждый из нас мы готовились к этому, к этой великой святыне, я уверен, каждый раз мы это понимаем, что это великая святыня, что Иисус Христос, апостол Павел, евреям говорит, что не так, как в первосвящении, которые, входя во святое и святых, вначале за себя приносил жертву, потом за народ, а говорит, а этот однажды со своей кровью однажды вошел во святилище и за каждого из нас, за каждого из нас принес однажды эту жертву. Давайте мы в этом молитве прославим нашего Господа, поблагодарим нашего Спасителя, что Он нами не погнушался, что Он возлюбил каждого из нас, что Он нашел каждого из нас, за каждого из нас Он пострадал, пролил свою драгоценную кровь. И сегодня тяжело представить вообще духовный мир, как оно все там происходит, но я думаю, Христос, Он доволен за то, что Он когда-то сделал, за каждого из нас. Давайте мы будем оправдывать наши звания и призвания, нося это имя христианин, чтобы мы были настоящими Его последователями. Пусть нас Господь в этом благословит, помолимся, чтобы Господь помог нам, потому что именно в это последнее время, ну вот перед тем, как мы будем вспоминать Господние страдания, очень много будут проблем, начинается как раз много споров, спорит, кто о дне, о каком дне, о каком вечере. Давайте, нам надо просто готовиться к этому, быть достойными участниками в этой трапезе, вспоминая Его страдания. Пусть Господь каждого из нас охранит, поставит свою охрану, поставит свою защиту, чтобы мы, ну как бы, были готовы к тому, что в это, как раз то время, когда много будут трудности, может быть, кто-то и что-то раздражает, чтобы мы постарались, чтобы мы настраивались на то, что, понимая, Павел говорит, что нам не безизвестны Его дела там, да, или как, о том, как, нам они известны, поэтому, пусть Господь нам поможет в этой молитве, хочу, чтобы каждый из нас, мы Его поблагодарили за то, что Он за нас пострадал, попросили, чтобы Господь помог нам вспомнить Его страдания и поблагодарить Его за все. Хвала Ему и слава. Аминь.